Под контролем первого президент Трамп отправился в Лас-Вегас, чтобы поговорить с пострадавшими и лично проконтролировать расследование массового расстрела 2 октября. К чему склоняются следователи и что думает сам Трамп за поездкой президента, следит Дмитрий Анопченко. Лас-Вегас город не чужой для американского президента. Ведь на главной улице красуется его имя. Он тут Трамп-отель построил. Да и конкурсы красоты каждый год устраивал. В столице развлечений тогда еще кандидат Трамп проводил агитационные туры. Вегас поголовно проголосовал за него. Поэтому понятна и оперативность, с которой сейчас организован прилет главы государства. Трамп взял с собой супругу, попросил устроить ему встречи и с родственниками погибших, и с теми, кто сейчас госпитализирован. А еще ему важно показать Америке расследование под его личным контролем. Какой версии он сам теперь придерживается? Трамп признался журналистом накануне отлета в Лас-Вегас. Мол, его постоянно держат в курсе расследования. Но и без этого понятно. Стрелок был абсолютно больным и сумасшедшим человеком. Таким образом, президент огласил основную линию, которой придерживается сейчас следствие. Мол, мотив искать не нужно. Все произошедшее в Лас-Вегасе дело рук безумца. При этом, по словам Трампа, у него нет никаких данных о том, что киллер мог быть причастен к исламскому государству или любой другой террористической группировке. Но если о расследовании, так же как и о единении страны после этого преступления, президент говорит сейчас много и охотно, то есть тема, которой Белый дом избегает. Будут ли после трагедии вводить ограничения на продажу оружия? Поживем-увидим. Возможно, это и случится, но не сейчас. Максимум, что отвечает президент. И такой уклончивый ответ понятен. Трампу нужно во что бы то ни стало не разочаровать своих избирателей. А они в подавляющем большинстве выступают против любых ограничений на ношение или продажу оружия. Более того, после трагедии в Вегасе эти люди кинулись в оружейные магазины. Статистика показывает, после первых сообщений о трагедии в Неваде продажи выросли в разы. Многие уверены, только оружие может дать им возможность защититься. А значит, серьезные выводы из произошедшего страна, похоже, так и не сделает. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.